Аудитория, готовимся поговорить, обсудить. Три, два, один. Поехали. Такая тишина в филармонии, это очень редко услышать. Обычно здесь, когда гости собираются, звук идёт вовсю. Артисты готовятся, зритель собирается аплодисментами, приветствует артистов, которые в этот момент часто бывают за шторами. Ой, неправильно, за кулисами, это не то слово. За занавесом. Всё, мы все стартуем? Отлично. Всем привет, кто присоединился к нашему культурному стриму. Меня зовут Оксана Кучирко, я представляю проект «Культурный регион», и я думаю, что вы о нас наслышали, если смотрите нас как раз в проекте, в эфире, в сообществах, в социальных сетях. Причём сегодня мы решили, помимо Инстаграма, который мы больше всего любим, ну как, именно в формате культурных стримов, нам кажется сейчас, что вот той аудитории, которая как раз станет зрителем лофт филармонии, мы её найдём в этой социальной сети. Но сегодня мы как раз даём ещё несколько эфиров, один во Вконтакте, другой в Одноклассники, потому что мы понимаем, что аудитория этих проектов есть и там, и мне кажется, что увидев сегодня этот прямой эфир, поговорив, услышав от вас из первых уст вообще, что будет завтра происходить в филармонии, они станут вашими зрителями уже в этом зале, но не совсем на этих креслах, которые я люблю. Ещё раз для тех, кто присоединился. Сегодня у нас прямой эфир из Большого зала Белгородской государственной филармонии, из одного из самых любимых залов филармонии. И сегодня здесь с нами режиссёр филармонии Альбина Агафонова. Ставьте ваши сердечки. И пианистка, автор проекта «Лофт филармония» Алиса Куприёва. Всем привет. Во-первых, Алиса, спасибо, что приехала. Белгород сегодня тебя встретил такой замечательной зимней погодой. Мне кажется, как раз она создаст тебе настроение и на сегодняшний вечер, и на поболтать, и на завтрашние выступления. И вот если мы говорим о проекте «Лофт филармония», это же не белгородский проект? Да, совершенно верно. Проект московский. А вот почему и как он оказался в филармонии, и почему зрителю завтра стоит сюда прийти, увидеть? Ну, наверное, сперва нужно рассказать, что такое вообще «Лофт филармония». «Лофт филармония» — это проект камерной музыки, которая помещена в нестандартные условия лофта с видеоинсталляцией и модерацией от участников. То есть это наш такой вот регламент. Проект базируется в Москве, в культурном центре ЗИЛ. И зал представляет собой ультрасовременное пространство. Это блэкбокс, это минималистичная атмосфера, это черный кабинет, в котором есть металлические фермы, необработанные перекрытия, есть своя натуральная акустика. Есть видеоинсталляция, на которой как бы отзеркаливается своего рода наполненный, переполненный аншлаговый зал. И появляются самые красивые, невероятные концертные площадки мира. Это Центры исполнительских искусств, это филармония, это самые знаменитые и вообще впечатляющие театры мировой сцены. И таким образом люди, приходящие на концерт классической музыки, они погружаются в очень непонятное состояние, когда нет, по сути, разграничения. Вот аванс сцены этой зоны, нет разграничения трибун, нет как таковой ступеньки сцены, получается, что нет отдельно артистов, нет отдельно аудитории, которая просто слушает какой-то вот творческий такой вот общий процесс и движ получается. Что касается модерации... Как давно возник этот проект? Четыре года назад. Это был 16-й год, в сентябре мы запустили тогда первый Лофтвечер. Модерация, что поднимается под этим словом? Потому что обычно модерация, это модератор формы, который вовремя либо останавливает спикера, либо задает ему какие-то вопросы и просит продолжать. Что в филармонии? Это очень интересный вопрос, и часто, на самом деле, все подписчики интересуются, что же это такое. Модерация простым языком — это интеллектуальный стендап. То есть задача исполнителей, задача музыкантов — не только выйти и сыграть на своих инструментах, представить какой-то музыкальный контент, они должны представить перед своей публикой как личности, как интересные личности, которые рассказывают не только о какой-то, может быть, исторической справке, как-то шутят в контексте своих программ. Они еще представляют свой исполнительский состав. Они говорят о тех конкретных произведениях, которые они будут исполнять, на предмет своего музыкантского опыта. То есть они делятся секретами какой-то исполнительской кухни, они рассказывают, как они вообще познакомились, почему они вместе сосуществуют. И таким образом, какой-то вот такой вот бэкстейдж, какая-то история конкретно этих людей в контексте программы, она складывается для аудитории в том числе. И что самое интересное, эти люди, эти музыканты перестают быть как будто бы где-то вот там вот на пьедестале, они становятся вот такими вот родными, близкими. И это помогает популяризовать классическую музыку, помогает привлечь новую аудиторию молодежь. Кто эти люди в Москве? Это ваши друзья как авторы проекта? Это какие-то музыканты, которые работают именно в культурном центре ЗИЛ, про которые вы говорили? Вы говорите об аудитории? Те, кто выступают, непосредственно музыканты, кто эти люди? Музыканты, ну сейчас уже сложно ответить на этот вопрос. Чем дальше, тем сложнее. Мы начинали с того, что это была такая вот молодая инициативная группа. Разумеется, мои друзья, те люди, которые знали о том, что я пишу проект, всячески поддерживали. То есть это был такой вот пробный шар. И это была молодая публика среди музыкантов, я имею в виду. Но с течением времени, когда проект был запущен, артисты стали меняться. То есть к нам стали прирастать люди разных поколений. Это и молодые преподаватели, и профессура. И наоборот, мы спустились как бы вниз, то есть пошли по пути аспиранты, студенты. Это представители детских центральных специальных музыкальных школ, то есть в частности ЦМШ, знаменитая московская школа. То есть сейчас артисты, которые выступают в Лофт-филармонии, ну можно их определить возраст, наверное, как 16+, до 99, в общем. И также охарактеризовать аудиторию, что самое интересное. А меньше 16? Ну, меньше это, скажем так, тяжелее, потому что камерную музыку не играют до определенного возраста. В принципе, как предмет, камерный ансамбль возникает в ЦМШ, в специализированной школе, где-то в районе 14 лет. То есть нужно же какое-то время еще поучиться для того, чтобы ее сыграть должным образом. Поэтому не совсем возможно. Я думаю, сейчас я немного запланирована свой вопрос, который уже, точнее, задала про Белгород, перемещу на следующий план. И вот когда ты заговорила про камерную музыку, вообще считается, что камерная музыка, точнее, многие не знают, что такое камерная музыка. Может, вот в трех словах просто объяснить, что такое камерная музыка. Потому что всевозможные версии и у нашей аудитории возникают при словах камерная музыка. Не будем их озвучивать сегодня. Но, тем не менее, фантазия богата. И вот хочется понять, что это за музыка, и какие люди могут ее слушать. В общем, нужно ли специально готовиться, чтобы прийти на завтрашние выступления, или это дойдет каждому человеку в сердце. Ну, я думаю, что к завтрашнему можно уже не готовиться, можно просто приходить смело, и все, этого будет достаточно. Камерная музыка — это удивительный вообще жанр, надо сказать. Это жанр академической музыки, который можно организовать как суперэлитарный, суперинтеллектуальный. Но ни в коем случае не стоит сразу выключать Инстаграм, выключать все каналы и куда-то прятаться. Нет, я поясню. На аванс-сцене находится от 2 до 16 человек. То есть это состав минимальной единицы дуэта до размеров 16 человек. Это камерный оркестр. То есть это дуэты, трио, квартеты, квинтеты, сексеты и так далее. В чем фишка этого жанра? Фишка в том, что есть у публики такое заблуждение, глубинное у российской публики, что если выходит двое, то один главный, а кто-то там, значит, подыгрывает. Да, если трое, но обязательно тоже кто-то один главный, тот, кто ближе стоит, видимо, кублей, кто-то главный, а все остальные просто так вышли поиграть. На самом деле совершенно не так. Это равноправие партии, прежде всего. То есть те произведения, которые были написаны разными авторами, они предполагают, что нет суперзвезды. Можно сказать, что все суперзвезды. То есть название участников в камерном ансамбле – это солисты, ансамблисты, что уже говорит об их равенстве. Задача в камерной музыке – это дополнять друг друга, передавать линии вот эти вот музыканские. Это интеллектуальная игра между артистами, которые находятся во взаимодействии во время сценического исполнения. Задача – передавать эту энергию публике, и в случае успеха получается какая-то синергия, получается обмен энергией. И этот жанр, он очень эмоциональный. Он подходит не только для профессионалов, он подходит и для меломанов просто. Почему? Потому что не только интересно слушать, интересно еще чисто воспринимать визуально. Потому что за счет того, что это малое пространство, то есть камерная музыка – это музыка для малого пространства, салонная музыка. То есть публика находится в непосредственной близости к исполнителям. Соответственно, каждый человек, который сидит в этом импровизированном зале, он может рассмотреть мимику, он может увидеть, услышать и вот буквально предчувствовать, предвкушать следующее какое-то движение каждого из артистов. То есть это такой вот триллер, это такой сериал, который вот плюс в нагрузку к этой классной, красивой музыке вы можете увидеть, ощутить. То есть это вообще очень классное ощущение эмоций. Вот это завтра, собственно, мы попробуем воспроизвести. Ты так цепляешь рассказом про этот жанр музыки, что, мне кажется, срочно нужно отменять все планы, которые есть на завтра, и покупать билеты на сайте филармонии. Ссылочка как раз будет где-то здесь мелькать. Билеты нормальной ценовой категории, то есть позволить себе, мне кажется, может каждый выделить этот вечер для ознакомления с этим жанром, либо кто уже знаком, услышать еще раз и восхититься так, как сейчас рассказывает Алиса. Так, а как получилось так, что вот лофт, филармония, московский проект и в Белгороде? Тут тоже такой вот многоуровневый будет ответ. Несколько ответов сразу в одном. Белгород и Белгородская область для меня лично, вот как для человека-исполнителя в жизни, сыграла далеко не последнюю роль. Еще маленьким ребенком я каждое лето сюда приезжала к своей бабушке и дедушке. Город, маленький городок, который, конечно, все знают, он на этой местности, город Короче. Замечательный город. Яблоки. Яблоки, да, яблоки карачанские, ребята, это просто отпад. Домик, где было свое хозяйство, природа, потрясающие впечатления. То есть я очень хорошо представляю этот регион, я очень хорошо представляю менталитет людей. И задача была сделать что-то такое вот для своих, для своего какого-то круга. Но не буду скрывать, что второй ответ на этот вопрос, конечно, кроется вообще в организации филармонии как таковых в регионах. То есть многое зависит от руководства. И в данном случае, вот полгода назад, даже уже чуть больше, состоялись переговоры, наверное, последний финальный, перед тем, как мы решили все-таки воплотить этот проект, с директором Друговской филармонии, с Барухой Станиной Юрьевной, без которой, без креатива которой, не могло бы состояться того, что сейчас завтра уже состоится. Нужно похвалить команду молодую, которая тоже всячески поддержала это начинание. И эта ситуация, она же ведь не везде в России. То есть есть понятие филармонии иногда ведут себя слишком консервативно и не принимают новые форматы, хотя непонятно почему. Ведь лофт филармония в данном случае, как сказать, это оригинальный контент по-прежнему. То есть это та самая академическая классическая музыка без каких-либо изразцов, экспериментов именно с тканью музыкальной, но в какой-то новой обертке, в новой подаче, которая способна привлечь действительно новый сегмент. И это не есть плохо, это есть хорошо, потому что молодежь, которая, как правило, говорит, ну классика это что-то такое вот бабушкино, что-то такое вот пыльненькое, имеет возможность увидеть таких же, собственно, своих ровесников. Вот посмотрите, завтра буду играть я со своим ансамблистом. Увидеть, что мы современные люди, мы открыты общению, мы также пользуемся гаджетами, мы абсолютно современные, и мы докажем, что та музыка, которую мы будем исполнять, она не где-то вот находится на полке, где-то там вот тоже там нужно дотянуться, она современная, она актуальна, и она о нашей жизни, которая вот протекает здесь и сейчас. Вот удивительное свойство именно академической и классической музыки, и я всех призываю в этом убедиться. Получается, что завтра вы стартуете непосредственно тоже с ансамблистов, которые приезжают из Москвы. Да, совершенно. А дальше что будет с проектом «Лов Филармония» в Белгороде? Планируется или привлечение как раз артистов, которые здесь? Ну, во-первых, дорогая публика, от вас очень много зависит, будет у нас продолжение или нет, мы всячески прилагаем к этому усилия. Ну да, план на самом деле очень интересный. С одной стороны, мы хотим привозить своих московских артистов для того, чтобы показывать определенный уровень, открывать новые имена. Но с другой стороны, Белгородская филармония является очень интересной и такой вот крепкой музыкантской точкой. У вас есть свои хорошие музыканты, которые могут наряду с нашими московскими выступать в каких-то совместных коллаборациях и составах. То есть, в принципе, вот это вот основная идея. Артисты, которые будут встречаться из Москвы, из Белгорода, здесь, на Белгородской земле, смогут устраивать новый такой творческий процесс, обмен опытом. Ведь каждый из них является выпускником кто-то Московской консерватории, кто-то там Саратовской консерватории. Но я хочу сказать, что есть разная профессура, есть разные исполнительские школы, и всегда этот обмен опытом, он не просто полезен, он интересен. И он действительно рождает искусство, да, как таковое. И мы сможем этим делиться с аудиторией здесь. Я считаю, что это очень важно, потому что камерной музыки вообще не так много. Не так много проектов, которые посвящены, к сожалению, в России. И моя задача... В регионах. Да, в регионах. Хотя в Москве тоже, вы знаете, есть такая проблема. То есть не так много, в принципе, этих камерных концертных площадок с достойным инструментарием, что нужно упомянуть здесь. Слава богу, все это есть. Есть прекрасная, заново отстроенная, реконструированная филармония. Есть потрясающе образованные люди. Есть какой-то культурный пласт. Здесь есть с чего начинать это строительство, или точнее его продолжать. Поэтому вот этим мы и намерены заниматься. То есть если завтра у нас все пройдет, дай бог, очень хорошо и успешно, уже в начале следующего сезона мы сможем предложить какие-то, ну, серию концертов, лофт, филармонию, уже в коллаборации Белгорода и Москвы. Алиса, спасибо, и спасибо за ваше спасибо, Светлане Юрьевне. И мы ей все тоже говорим большое спасибо. Спасибо за все те проекты, которые она поддерживает и проводит в стенах Белгородской филармонии, потому что на самом деле в последние годы на привлечение молодой аудитории тратят огромное количество усилий, и это действительно отражается любовью публики, потому что вот последняя ночь искусств, филармония, за ночь прошло более трех тысяч человек. Это уровень для города Белгорода, в основном все же люди из города приезжали. И если говорить про филармонию, то, наверное, Альбин, следующий вопрос будет к тебе. Расскажи вообще про формат. Я знаю, что вы экспериментируете с залом, то есть зрители у нас будут сидеть не как обычно в зрительном зале, а что будет? Мы постарались создать тот же самый black box, который задумывали музыканты в своем проекте, и поэтому зрители здесь будут располагаться как сидит обычный оркестр, прямо на сцене, а музыканты будут располагаться, собственно, как дирижер обычно стоит, лицом к зрителям, и это все будет вот на одной сцене. Здесь не будет четвертой стены, которая обычно разделяет и музыкантов, и зрителей. Это то, о чем говорила тоже Алиса. И, возможно, это для кого-то тот самый шанс, для тех, кто мечтал попасть на сцену большого зала, пожалуйста, у вас этот шанс будет, приходите. Это, наверное, очень необычный опыт, побыть здесь, посидеть, почувствовать, как это смотреть не из зала на сцену, а со сцены в зал. Стоит сказать, тогда получается, что количество мест ограничено, да? Сколько всего гостей мы готовы принять? Да, конечно, количество мест ограничено. Мы готовы принять 150 человек на данный момент, поэтому поторопитесь. Поэтому еще раз, да, покупайте билеты на сайте Белгородской государственной филармонии. Это тот шанс, который нельзя упустить. Но филармония же готовит сюрпризы еще. Да, конечно. Можно я сейчас еще скажу немножечко про формат? На самом деле, присоединяясь к словам Оксаны, про то, что филармония экспериментирует с форматами, действительно, мы пытались и экспериментировать с концертами камерной музыки. Был такой проект Classic Lounge, когда объединялась музыка камерная и живопись. И это было тоже на непривычных площадках тогда, в джаз-подвале и на арт-веранде. Но вот на сцене большого зала, впервые так получится, но именно на музыкальном концерте. Первый раз мы сюда попали еще на фестивале «Этажи» на сцену. А на этажах что было? На этажах на сцене был спектакль. Но публика была тоже здесь, прям за закрытым занавесом. Ну, концерт, будете первопроходцами. Надо где-то бронируйте места, пожалуйста. Да, а что касается сюрпризов... Да, я просто... Ладно, давайте я раскрою секунду. Мне просто хочется первое об этом сказать. Белгородская филармония подготовила в подарок всем, кто придет, экскурсию по филармонии. Вот в каком формате она будет, что увидеть зритель во время этой экскурсии. Собственно, куда вы заглянете и кто ее проведет? Когда мы услышали название проекта «Лофт филармонии», естественно, мы подумали о том, что, конечно же, наша филармония — это самый настоящий лофт. И она состоит не только из большого такого парадного, пафосного, красивого зала и органного зала, но у нас есть много потаенных, интересных уголочков, в которые можно заглянуть и в которые интересно заглянуть. И поэтому предложили нашим зрителям посетить экскурсию. Начало будет в Атриуме в 19.15. Тем, кто хочет, это не обязательно, но на наш взгляд очень атмосферно и интересно будет принять участие в этой экскурсии. Поэтому в 19.15 все желающие, мы вас очень ждем в Атриуме. И тогда все зрители соберутся и пройдут на пятый этаж. Там по потаенным тропам попадут на четвертый таинственный этаж. Таинственный, потому что там нет ни одного концертного зала и обычно зрители там не бывают. Что же там находится, узнаете завтра. Я не расскажу, чтобы у вас был интерес прийти. Далее мы покажем, конечно же, наши репетиционные. На самом деле это то место, где действительно рождается музыка, потому что там наши оркестры репетируют. Вы зайдете и в репетиционную духового оркестра, и симфонического оркестра русских народных инструментов. Того самого оркестра русских народных инструментов. Да, того самого, наверное, Оксана хочет сказать. Это тот самый оркестр, который играл с Нойзом и Пси в этом году. Прекрасную программу, с которой они проехали по России и не только. Почему мне об этом хочется сказать? Потому что Нойз из Белгорода, и мы все. А такие коллаборации, и этот формат вообще родился на этой сцене в рамках фестиваля «Этажи», моего любимого фестиваля «Этажи», поэтому я не могла про это и не сказать, даже в рамках нашего сегодняшнего эфира про камерную музыку. Да, поэтому будет уникальный шанс попасть в место, где это рождается, где появляются идеи, и потом они создаются в огромные проекты. И также у зрителей будет возможность, словно артисты, попасть сначала в гримерный и затем пройти на сцену большого зала. Алиса, вы были уже на экскурсии по филармонии? Нет, видимо, завтра, эти лета с пятнадцатым. Это будет отдельным бонусом. Поддержать уже иммерсивность формата до конца уже максимально. В концертном платье, в концертной форме, со скрипкой, с нотами пойдем совсем. Наш сегодняшний эфир, он такой запланированный в коротком формате, поэтому сейчас спросим, есть ли какие-то вопросы у наших зрителей? У нас был, что немного было бы плохо слышно. Если вы будете дальше рассматривать, то на полтона погромче говорить. Хорошо, спасибо большое. Один, Дмитрий, он говорит, что это же, это тоже его любимый фестиваль. Дмитрий, опять вам виртуальную. Если вдруг у вас появятся вопросы, точнее вы этот эфир уже будете смотреть в записи, и у вас появятся вопросы, оставляйте обязательно в комментариях, мы передадим их участникам наши сегодняшние беседы. Сейчас у вас есть вот еще одна уникальная возможность в рамках прямого эфира пригласить всех на завтрашнее мероприятие, а после этого у меня еще есть такой небольшой камерный сервис. Дорогие друзья, приходите, чтобы погрузиться в камерную музыку, чтобы убедиться, что академическая музыка – это ни в коем случае не скучно, это очень здорово. Приходите, чтобы поддержать наше московское начинание на белгородской земле, чтобы у вас был не только замечательный фестиваль «Этажи», но еще и замечательный проект «Лофт филармонии». Друзья, приходите завтра к нам. Я уверена, что вы получите колоссальное удовольствие, потому что музыканты, мы сотрудники филармонии, мы сделаем все, чтобы вам этот вечер понравился, запомнился, чтобы он у вас оставил яркие впечатления и позволил взглянуть немного по-другому и на музыку, и на филармонию, открыть для себя с новой стороны. – Обязательно развиртуализироваться, познакомиться воочию, задать все интересующие вопросы лично. В Белгороде первый раз? – О, нет. – Конкретно от филармонии? – В филармонии тоже не первый. – Все, тогда вообще нет нисколько сомнений о том, что вы влюблены в Белгород, а раз не первый раз. – Прекрасный город. – Но в конце нашего эфира у нас есть такой формат, когда мы задаем разные вопросы, на которые нужно отвечать быстро, не задумываясь. Буду задавать по очереди, поэтому, Альбина, у тебя будет больше времени. – Как всегда. – И вы, дорогие зрители, если хотите, тоже отвечайте в комментарии на эти вопросы, будет вообще интересно сравнить ответы. – Итак, с кем из музыкантов, когда-либо живущих на земле, вы бы хотели сделать селфи? – Франсис Пуленк. – Альбина? – Чайковский. – Едем дальше. – Какой концертный зал вы мечтаете посетить и почему? – Карнеги Холл. – Почему? – Это величайший из величайших. Каждый музыкант хочет побывать на авансене. – Сыграть. – Сыграть, конечно. – Ну, я как зритель историческую сцену Большого театра. – Я надеюсь, точнее, я уверена, потому что у нас ничего в нашей жизни нет невозможного, все зависит от нас самих. Мы приедем послушать и посмотреть на твое выступление. – И зайдем. – Да, пока будем. – На историческую сцену Большого театра. – В основном все через Москву. – Ну, то есть у нас небольшой аэропорт, и, к сожалению, доступность вылетов до того именно самого зала из Белгорода граничена. И последний вопрос. Нужно ли ходить на концерты в филармонии? – Конечно, нужно. Конечно. А как можно иначе? Как можно жить без музыки? Я вообще не понимаю. Обязательно. – Конечно, нужно. И я призываю пробовать и не бояться, потому что вот очень много мы сталкиваемся с тем, что люди сразу заявляют, я не люблю музыку, я боюсь. Как можно понять, что ты что-то не любишь, если ты там не был? Вот на самом деле. У нас огромное количество разных программ. Просто выбирайте то, что вам ближе, а возможно даже и то, что вы совершенно не знаете, потому что, ну, кто знает, может, вы любите академический вокал вообще, а вы его ни разу и не слушали. Поэтому пробуйте, ходите на разные концерты, ищите более, не знаю, легкие, доступные форматы, интересные для вас, и наверняка вы откройте что-то новое и для себя, и про себя. Поэтому обязательно приходите. – И для тех наших зрителей, кто не сможет завтра прийти к вам на концерт, просто, может быть, он физически находится не в Белгороде, живет в другой части страны, и мы будем проводить прямую трансляцию непосредственно концерта. Вы можете присоединиться в группах во Вконтакте и в Одноклассниках, группам сайта «Культурный регион» и посмотреть трансляцию там, потому что, так как вы сейчас нас влюбили в этот жанр камерной музыки на словах, мне кажется, послушать и увидеть этого очень стоит. – Москва включает «Культурный регион» Белгорода. – Да-да-да. Но и на портале «Культура.РФ» будет трансляция, да, поэтому там тоже можно найти, где кому как нравится. Мы максимально доступны во всех…